В прямом эфире новости на своём. Меня зовут Александра Слободская. Здравствуйте. Вот о чём расскажем в этом выпуске. Рукописи не горят, а вот библиотека и Дом культуры вполне могут. Почему в Светлограде уже много лет ветшает Дом культуры? И есть ли надежда на реконструкцию? Никита Шишков выяснил. Ограничений меньше, ответственности больше. В каком режиме регион продолжит переживать пандемию? Наш хлеб на краю земли, куда теперь поставляют ставропольскую пшеницу. На Ставрополе наладят реабилитацию пациентов, переболевших коронавирусом. Такое поручение дал губернатор Владимир Владимиров. В правительстве региона он провёл еженедельное рабочее совещание. Глава края распорядился к середине месяца оборудовать как минимум 300 специальных коек для восстановления лёгких после инфекции. Часть из них создадут на Кавминводах, другие в Ставрополе и ближайших территориях. Ограничений, связанных с эпидобстановках, в регионе всё меньше. 6 февраля вернутся к очному обучению вузы и техникумы. Все преподаватели пройдут тестирование и смогут вакцинироваться в добровольном порядке. Также Владимиров поручил возобновить в обычном режиме работу Пятигорского роддома. Сегодня у нас один роддом Пятигорский работает как непосредственно на родовспоможение, так и на работу с зараженными коронавирусными беременными. Давайте его переводить в нормальный режим работы. И дальше я вас прошу какие-то для выработки, ну, понятные ориентиры для того, чтобы нам принимать решения о переводе нашей больничной сети или сети здравоохранения в нормальный режим. Обсудили на планёрке и планы по капитальному ремонту жилых домов. В этом году должны привести в порядок 384 многоэтажки. 15 из них заменят лифты. На большинстве объектов к работам пока готовятся. Специалисты собирают нужные документы и занимаются конкурсными процедурами. При этом в 18 зданиях ремонт уже стартовал. Впрочем, эпид-обстановка, возможно, позволит провести в Крае в ближайшие два года сразу несколько крупных молодёжных форумов и фестивалей. Подробности обсудили на совещании правительства региона. Его провёл губернатор Владимир Владимиров. На конец апреля намечен конкурс патриотической песни «Солдатский конверт». В этом году он выходит на всероссийский уровень. Как всегда, летом лучшая молодёжь Северокавказского федерального округа соберётся на форуме «Машук». В прошлом году он прошёл в режиме онлайн с одной очной сменой. Но теперь организаторы будут стремиться к традиционному формату. Для школьников собираются устроить общий краевой выпускной бал. А осенью на Ставрополе может пройти большой творческий фестиваль на высоте. Сгоревший дом культуры или сгоревшие надежды на досуг в Светлограде. Сейчас ДК, который был настоящим центром притяжения для местных жителей, больше похож на остатки античного храма. Крыши нет, стены обваливаются, да и находиться рядом становится просто опасно. Возродится ли когда-нибудь ДК из пепла? Репортаж Никиты Шишкова. Потом эстрадный оркестр был, бильярдная была, теннис играли, шахматы, шашки. Светлоградский старожил Пётр Черневский прекрасно помнит, как мальчишка ходил в только-только открытый в 62-м Дом культуры. Помнит даже, как попал на первый кинопоказ. То был румынский боевик про крестьян Гайдуков. Героям тогда удалось вернуть себе свободу, случился хэппи-энд, а вот сами светлоградцы со временем культовый ДК потеряли. И тут уже совсем другое кино. И, как бы, наверное, сказал театрал, максимальный драматизм ситуации передаёт концертный зал. А точнее, всё, что от него осталось. Крыши нет, в самом зале тоже ничего нет, даже полы тут сняли. Это бывшая сцена. Остатки былой роскоши выдают только кусочки лепнины, оставшиеся на стенах. И вот что интересно, буквально в начале нулевых здание ещё полностью функционировало. Здесь был кинозал, показывали фильмы, в соседних помещениях проходили ёлки и детские утренники. И ещё 10 лет назад здесь репетировал духовой оркестр. Таких историй, наверное, сотни. Полвека назад ДК принадлежал богатому колхозу. Когда государственная поддержка прекратилась и колхоз стал агрофирмой, потянуть ещё и социальную ответственность бизнесу стало не по силам. Так постепенно клуб и отмирал по частям. То одно крыло закроется, то другое. А в 2016-м, уже в опустевшем здании, случился пожар, оставивший после себя лишь скелет Большого дворца. Непосредственно расположен вблизи парк. Здесь часто проходят школьники, жители соседних улиц, потому что тропинка протоптана. Люди ходят, здание травмоопасно. А вот Изольда Порублёва заведует клубной библиотекой уже 40 лет. Специалист своими глазами видела закат Дома культуры. Вспоминает, что в последние годы приходилось работать уже без отопления, а порой и без света. Когда здание признали совсем небезопасным, библиотеку перенесли в другое место. Но боль за старый ДК никуда не делась. Я как раз была, видела, как он горел. Это что-то было ужасное. Знаете, факел такой, страшный факел. Ну, а мне, как и моя библиотека, вроде бы, дороже всего. Да, вот, почти, читальный зал почти целый остался. В общем, она последний горала, скажем так. Жители, конечно, очень бы хотели, чтобы клуб был восстановлен. Михаил Антонов, руководитель агрофирмы, которая и владеет сегодня ДК, на камеру с нами общаться отказался. Но по телефону объяснил, что восстановить здание, которое и так под арестом, денег не хватит. Даже снести и вывезти мусор стоит несколько миллионов. Тут нужно искать компромисс с окружной администрацией. Впрочем, там к диалогу с собственником тоже готовы. Первый замглавы анонсировал встречу с бизнесменом, который решит судьбу здания. Найти решение поручил и губернатор Владимиров в ходе пресс-конференции, которую глава края дал 13 января. Тогда одна из присутствующих журналисток рассказала о полуразрушенном здании библиотеки. С нашей стороны будет предложено несколько вариантов, в том числе по отчуждению предпринимателям возможным, либо о сносе остатка здания и таким образом освобождении земельного участка от аварийно угрожающей безопасности жителей, детей в том числе, объекта. Сейчас самой вероятной кажется консервация ветшающего здания. Все двери и окна закроют, а территория будет просто огорожена. Грустно лишь от того, что пока никто всерьез не рассматривает вариант второй жизни для места с долгой историей и культурной ценностью. Да и сам формат ДК ведь можно сильно осовременить, вдохнув в него новые смыслы. Никита Шишков и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение. Еще об аграрных новшествах. Хлеб из ставропольской пшеницы пекут на других континентах. Список партнеров по экспорту нашего зерна расширился. В лидерах по-прежнему Азербайджан, Грузия и Армения. Также пшеницу традиционно поставляют в Казахстан, Туркмению и Малайзию. Ну а среди новых партнеров такие страны, как Бангладеш, Конго, Индонезия и Филиппины. По итогам прошлого года край экспортировал 745 тысяч тонн зерновой продукции. Кочубеевский округ скоро сильно преобразится. В ближайшие два года там капитально отремонтируют спортивный комплекс, школу, детские сады и дом культуры. Работы пройдут по государственной программе комплексное развитие сельских территорий. Другие новости края в нашем обзоре. В станице Есентукской предгорного округа завершилось строительство современного спортивного центра. Его возвели в рамках региональной государственной программы развития физической культуры и спорта. В двухэтажном здании теперь есть зал для единоборств, площадка с тренажерами и зона спа. В Железноволске специалисты разрабатывают новые теренкуры, которые будут проходить через горы Развалку, Кабанку и Острую. Предполагается составить два маршрута, один из которых будет 3 километра в длину, а второй чуть менее 2,5. Открыть новые интересные тропы для туристов планируется в 2022 году. В селе Дворцовском Кочубеевского округа отремонтируют почти 4 километра дорог. В планах у строителей укрепить несущие основания, уложить асфальт и нанести разметку и установить знаки. Эти работы пройдут под эгидой НАСПроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Пока это все новости, еще больше есть на нашем сайте stv24.tv. Если у вас есть проблема, пишите нам в редакцию номер 8 928 350 80 70. Также мы есть во всех социальных сетях. Чтобы подписаться, достаточно просто навести камеру смартфона на QR-код, который вы сейчас видите на своем экране. Ну а далее прогноз погоды. Я передаю слово моей коллеге Марии Никитиной. А у меня на этом все. В студии была Александра Слободская. Спасибо, что были с нами. Здравствуйте, дорогие зрители Своего ТВ. Какой будет погода во вторник, 2 февраля, расскажу прямо сейчас. В Ставрополе тепло, небольшая облачность. Синоптики обещают днем плюс 16 градусов, ночью плюс 7. В Изобильницком и Новоалександровском округах также небольшая облачность. Днем плюс 15 градусов тепла, ночью плюс 9 градусов. В Пятигорске и Минеральных водах ясно. Днем плюс 14 градусов, ночью минус 1 градус. В Кисловодске сохраняется ясная погода. Температура воздуха там плюс 14 градусов днем и плюс 4 градуса ночью. Переходим к востоку. Там сохраняется пасмурная погода, местами облачная, преимущественно без осадков. В Дивном плюс 9, плюс 4, в Ипатово-теплее плюс 14 градусов днем, ночью плюс 4. В Орзгире днем плюс 7, ночью плюс 2 градуса. В Буденновске плюс 4 градуса днем, 0 ночью. А в Нефтекумске днем плюс 5 градусов, ночью плюс 3 градуса. Сегодня предлагаю посмотреть, как работают фотографы дикой природы. На видео Грег Пайпер по будвежьему обеду на Аляске. Чтобы самому не стать обедом, в каждом национальном парке существуют нормы расстояния, которые должны соблюдаться между человеком и животным. Вообще в этом штате обитают более 98% всех бурых медведей США. Кстати, кадры, которые удалось снять Грегу, удивительны. На этом у меня все. Увидимся на своем. Субтитры подогнал «Симон»